всем привет вы на кайби и с вами екатерина продолжать смотреть на был из-за ld джема на этот раз последнюю смотрим из того что участвуют вот называется приключение в стране гроз я знаю что недавно судьи проходили и я специально не смотрела я хочу сама посмотреть почитать оценить вот почему решила после этого больше не забыть не записывай зл джема я уже объяснила когда я проходила симулятор свиданий схемы вот поэтому давайте-ка начнем а перед тем как начать обязательно поставьте лайк данном видео и подпишитесь на мой канал да 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 конечно не что-то смущает что музыки нет в менюшке ну да ладно давайте-ка начнем искомый субъект до сих пор не обнаружен продолжаю поиски маленький робот стоял в окружении огромных гор мусора куски стальных плит проржавевшие пружины и горелые пластины это место казалось настоящей свалкой под его ногами бегали мохнатые зубастые зверьки которые пищали и шуршали своими лапками по каменной стружке но робота они не интересовали его глаза фонарики бегали слева направо продолжая сканировать местность робот изучал каждый кусок земли на своем пути и каждый раз ему приходилось останавливаться чтобы сверить данные с устройством которую он держал в своей механической руке верные координаты искомый субъект до сих пор не обнаружен продолжаю поиски робот механически повторял эту фразу после осмотра как вдруг экран устройства замигал реагируя на положительный сигнал нашел яркое свечение озарилась всю свалку а за ним послышались голоса мужской и женский да да это активай но я вам правду говорю а у каждый раз ты попадаешься мне в руки даунвест и тебе всегда каким-то чудом удается из ускользуть ускользнуть от правосудия надо мной уже весь отдел смеется но теперь у судьи будет достаточно доказать чтобы закрыть тебя лет так на двадцати а где это мы ух ты ж похоже опять началось и я ведь только что была вместе с группой захвата у стен банка прием говорит детектив элисон страйкер меня слышно прием голос детектива элисон звучал панически я не думаю что ваша реация здесь будет работать где здесь что это за место цель найдена это герой детектив которая в этот момент надевала наручники на клоуна заметила робота так мне вопрос что это за клоун это что-то вроде вора который как в американских фильмах где банки там грабит в масках да это что-то из этой оперы да она быстро выхватила из кобуры офицерский пистолет и направил его в сторону врага стой или я открою огонь но робот игнорируя крики продолжил идти вперед последнее предупреждение да такси мне кажется стоять девушка нажала на спусковой крючок громкий выстрел спугнул обитающих на свалке птиц порхая и пища живность бежала прочь покидая свои уютные коры норы мусорных кучках из ствола вверх направилась тонкая полоска дыма гильза одиноко упала на землю а следом за ней и погнутый патрон он медленно сполз вниз не оставив на стали робота даже мятины или царапины что ваше оружие ему не навредит от удивление очки элисон сползли вниз какого робот не обратил на это враждебный выпад никакого внимания только когда оружие детектива уперлась в железную голову он остановился великий герой алекс тронгван нам нужна ваша помощь это наверно клоун да вы великий и могущественный способны одной мыслью ломать реальности атлант подтвердающий плечом сотни галактик спасите нашу реальность алекс ударил себя ладонью по лбу и тяжело вздохнул я каждый раз забываю удалить то проклятое резюме и вот опять что мать твою здесь вообще за хрень творится даунвест детектив с дрожащими руками продолжала держать робота на прицеле вы мне все равно не поверите детектив я много раз на допросах вам рассказывал но вы только крутили пальцы у иска потому что ты нес полную чушь робот сделал еще один шаг заставить девушку отодвинуться на несколько шагов назад герой алекс и я запрограммировал моего ассистента призвать вас если коварная ведьма получит доступ к ядру и я буду бессилен ей помешать поэтому прошу остановить ее иначе этот мир будет уничтожен конец сообщения о о с таким я еще не сталкивался кто заказчик профессор зеро лучший ум на сей геореальности номер 03 хватит делать вид что все нормально полицейская продолжала кричать еще час назад я ехала на звездодержание банды грабители банка а потом ты вспышка и я нахожу непонятно где нахожусь где-то непонятно напротив меня стоит робот который говорит какую-то ерунду а я даже не знаю хочет он на меня напасть или нет не он точно нам не навредит он хороший чего ты взял он дал нам задание а еще у него фонарики синие видите если бы он был злодеем то все бы все светилось бы красным так во всех фильмах происходит говори уже детектив понемногу теряя самообладание наставила на алекс оружие ладно ладно ох окей больше почему женщина постоянно тыкать мне в лицо своим оружием так получилось что мне почти посчастливы сработать охранником у одной девчонки которая оказалась богиней и похоже и так сильно понравилась моя работа что моё резюме теперь кочует из одной вселенной в другую где я что-то типа на должности всемогущего героя детектив выдержала паузу и начала истерично смеяться ты ха ха не подожди это же бред я сплю я точно сплю ты мой ночной кошмар детектив полная ерунда полнейшая элисон схватился пальцами за переносицу не может быть что та история в центре города с которой все началось полная правда это же нет нет хотя я тогда еще думала как тебе удалось так легко освободиться значит и случай с канализации и когда тебя задержали с тем посохом кажется он назывался скипетр 15 глаз забвение да у меня лежит состав с остальными барахлом боже я просто думала что ты полный псих алекс лишь пожал плечами хорошо пусть все эти твои рассказы это правда и это тут причем в момент открытия телепортационного канала вы были в тесном контакте с героем что и привело к вашей общей телепортации а все поняла да плевать мне верни меня на меня обратно запрос отклонен такую установку может дать только профессор зеро и я тебя по кусочкам разберу да бросьте детектив уверен это будет не сложнее ваши рутинные работы кстати как насчет снять наручники у меня сложно будет всех спасти со связанными руками нет уж побудешь пока так мне нужно убедиться что я не вреду и ты не вел меня какой-то наркотик покинув свалку герои вышли на окраину города хотя в том что предстало перед глазами было сложно признать свалку одинаковые горы мусора продолжали преследовать то здесь то там и только основание неразрушенных высоток напоминали эллисон и алексу 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 о том что 10 когда-то жили люди или кто-то очень на них по коже печальная картина развалины обломки зданий пустые улицы и предметы покрытые пеплом алекс и маленький робот шли вместе несмотря на то что главной задачей помощника было вести героя к логову ведьме он не успевал за быстро идущим алексом мужчина пробирался напролом позади на расстоянии нескольких метров следовала детектив эллисон у нас пистолетом типа так нужно за ними следить девушка старалась держать под наблюдение своих спутников крепко сжимая в руках свое оружие у вас тут явно была какая-то тяжелая вечеринка все уничтожено к чертам алекс понял ржавую коробку которая внешне напоминала микроволновку и положи это может быть оружием да ладно вам детектив это не оружие не оружие же дружок это был один из внешних компонентов для очистки кислорода от концентратов слышали не оружие как кстати все это произошло алекс бросил фильтр из-за удара а по вокруг сразу поднялось облака пыли которая резко ударила парню в нос до вторжения геореальность 03 было колыбелью научных открытий и прогресса здесь собирались базы знаний со всех миров которые хранились внутри ядра и транспортировались под другим реальностям забота и 3 вверяется в руки хранителя знаний они строили города вокруг круг ядра меж меж реалиевые порталы продвинутая архитектура высококлассная жизнь и забота об обитателях мира все это было создано ими но однажды с небес сошла ведьма и привела за собой сотни монстров без объяснения причины они стали уничтожать наш мир убивать хранителей а те кому удалось выжить стали пленниками ведьмы профессор зарос стал одним из них не ничего себе алекс сделал глубокий вдох по его щекам стирая грим потекли слезы что плачешь под погибшим хранителем не думал что ты такой сентиментальный я я не а будь здоров алекс чихнул так сильно что его поролоновый нос отвалился и укатился под ноги робота попала в нож не хотел бы перебивать рассказ извините робот наклонился и подобрал нос и протянул его алексу герой вы потеряли часть вашей брони какая нафиг броня это это не броня так вот именно то не броня это дурацкий костюм клоуна в котором он и его подельники грабили банк но не грабили не но не грабил банк я детектив произошло недопонимание я был на работе грабить банк это не работа а преступление да нет же один из этих сотрудников банк заказал клоуна для развлечений посетителей у них был какой-то там особенный день для особенных детей не знаю ну утром немного ругался с арендодателем из-за оплаты и поэтому опоздал а когда пришел к банку охранник был на удивление спокоен он сказал что остальные клоуны уже внутри и мне нужно поторопиться но я работаю один робот долго смотрел на двух спорящих людей после чего спросил клоуны моей базе нет такого определения но это человек который веселит тебя и приносит ту же эти радости краски их очень любят дети алекс взял нос из железных рук машины и нацепил его обратно боже мой после нажал на резиновый шарик пару раз и тот издал странный пищащий звук новая информация получена я думал что у вас здесь есть все знания со всех вселенных после пили пленение профессора зеро ядро перешло под контроль ведьмы все машины которые были подключены к ядру также стали подчиняться ведьме а ты какой-то особенный детектив удивленно подняла брови и осмотрела ассистента профессор перевел меня на отдельный сервер робот указал на устройстве в руке с помощью которого он выслеживал координаты алекса герои склонились над сервером чтобы рассмотреть его поближе это было пластик пластиковая коробка с горящим экраном и двумя кнопками похоже на геймбой это приставка у моего племянника есть такая он от нее не отрывается все батарейки в доме убил уже ага эта приставка жрет их только так классная ретро штуковина никогда не понимала что вы все в этих игрушках такого находите алекс и эллисон отвлеклись от рассказа робота похоже компьютер напоминающий внешним видом предмет из их мира заставило двоих на секунду забыться и полностью выпасть из окружающей реальности это достаточно веселая штука если нажать сюда а то алекс лишь слегка прикоснулся к боковой кнопки как робот начал отключаться все его яркие фонарики погасли и ассистент замер это чего сделал то включи его обратно сейчас же да я ничего не это вообще не должна быть кнопка выключения у геймбоя это не приставка я вообще ничего не нажимал верни все как было я не собираюсь застрять в этом мире до конца моих дней детектив дрожжащими руками начала размахивать уже оружие и алекс сделал компьютер в руки но от неуклюжего обращения устройство сразу же чуть не упала на землю осторожно знаешь если бы вы избавили меня от наручников до таких то я был бы но алекс не успел закончить маленький экран загорелся и робот опять начал работать оставив парочку в полном неудоумение и с легкой сединой на волоске запас энергии минимален могу происходить незапланированные отключения алекс и эллисон синхронно сползли на пол хотя постой это значит у нас не так много времени если батарея полностью разрядиться мы не сможем найти профессора зеро и останусь тут навечно следуя за осознание внезапных шум заставил героев резко подскочить там кстати кто-то идет по городской дороге которая была сотни метров от них происходила какая-то неразбериха это была погоня монстр напоминающий внешне кота или льва бежал от толпы мелких роботов похоже там нужна наша помощь ты это с ней серьезно да у нас нет времени но ведь вы полицейская вы должны помогать людям людям а это монстр тем более из другой реальности ты историю робота слушал вообще они подчиняются ведьме из-за них этот мир страдает бла-бла да но за ним гонится толпа злых роботов значит у них произошла какая-то какая-то ссора это не наша забота девушка макнула рукой не согласен с вами детектив алекс напряг свои мускулы и подобно супермену разорвал цепи наручников звенья разлетелись в разные стороны после могучий мужчина легко схватил одной рукой робота автора понял элисон который еще не отошла от шока после увиденного да блин а почему ты сам не снял наручники а у какого мы идем к тебе на помощь монстр даже если ты плохишь и герой побежал в сторону дороги туда где существо уже было полном окружении так это мне напоминает либо луфи либо манпачмана хотя нет манпачмана там кого-то спазовый что-то я не припомню девушка лев тяжело дышала два десятка маленьких роботов пытались схватить ее но ловкости монстров хватало чтобы уклоняться от этих попыток отстаньте вы уже от меня бесите одному роботу все же удалось схватить девушку за хвост а когда она развернулась его сбить то другой уже крепко держал львицу за ногу еще какое-то время ей хватало сил отбиваться даже в таком состоянии но волна железяк начала тонуть тянуть ее вниз стараясь похоронить под весом своих тел только когда последний робот прыгнул львицы на голову закрыл фабсур послышались глухие удары похоже в ее сторону двигалась что-то огромное и страшное еще один робот или союзники пома девушка находилась в полном неведении пока существо не снялось ее лица робота это был человек очень странный человек алекс помахал ей локтем отступите меня подпустите меня уже наконец детектив продолжала колотить кулаком стальные мышцы а алекса пока он наконец не сдался и не отпустил ее на землю а это же она там говорила простите ты идиот поправив очки эльза нацепила оружие сначала на алекса а после на окружающих их роботов эти коротышки были точь-в-точь как и ассистент который призвали их и только одна маленькая деталь выдавала в них врагов да ладно видишь я же говорил слые довольный алекс тыкал пальцем на красные огоньки которыми светились все враги жаль что я забыл надеть клоунские ботинки тогда бы их бить было намного веселее алекс пинал железяк словно это футбольный мяч мячи так их бить нет никакого удовольствия уже ноги болят малыш их можно как-нибудь взять и всех отключить эти модели контролируются с помощью ядра вам нужно перезагрузить ядро или передать контроль профессору зеро а есть способ попроще у меня есть хорошенько прицелившись детектив сделала пару выстрелов и роботы державшие ноги львицы упали и потухли ого в яблочко пока мы бродили поразвали нам я успела смотреть ассистента может броня его и полу непробиваемый но покрыт он ей не весь я нашла там пару слабых мест эльцис коварно улыбнулась и начала опустошать магазин отключая одного робота за другим но это все равно недостаточно детектив их приходит еще больше алекс заметил как группы по два-три робота выползают из-под развалин города и бегут в их сторону вдруг львица выпрыгнула вперед освободила свои ногтистые лапы и набросился на подкрепление когтистые лапы измите отправляли их обратно в мусорные кучи так совместными усилиями атака железных коротышек была остановлена львица сразу подбежала к героям алекс ожидавший похвалы приготовился поджентльменские от нее отказываться но вместо благодарности зверотевушка замокнулась на него лапы по щечину что ли не семей его трогать эльцис сразу навела оружие на пицу детектив неужели вы беспокоитесь обо мне нахрен ты мне сдался но если с роботом что-то случится я уже никогда не вернусь домой детектив поняла что целью монстра был последний робот который стоял за спиной мужчины увидев оружие направлены в ее сторону левица тут же отскочила и приняла боевую стойку этот малыш тебе не враг как и мы говори за себя ты же слышал рассказ монстры пришли вместе с ведьмой а мы должны ведьма остановить значит и монстры нам не союзники но роботы же хотели и остановить мы больше с рубин ни на одной стороне вот видишь а враг моего врага мой друг на на мне и не враг не лезьте не свое дело раз рубин знает о моем местоположении то скоро сюда придут еще больше врагов но лицом в поле упала на землю алекс держал девушку за хвост это случайно руках как-то сама но и я хотел сказать что тебе не небезопасно быть одной так как ты посмел широко размахнувшись левица провела когтями улица алекса было близко просто раз ты ищешь ведьма то думаю мы могли бы объединить силы ни за что я не объединю с мирскими обезьянами от вас отвратительно пахнет алекс обнюкал себя грубо но справедливо говорила же только зря время патроны и потратили элисон пересчитывал сколько боеприпасов у нее осталось робот нам далеко еще до места где находится ведьма компьютер замигал и робот указал пальцем обратно в сторону окраины разрушенного города вы что подогнуть хотите но в моем сегодняшнем плане это не входило той стороне находятся главные ворота которые охраняют сотни опасных бойцов там вас ждет только смерть левица напоследок ухмыльнулась и резко сорвалась с места прочь вот же странно и ладно возвращаемся тогда обратно и ищем эти ворота топиться элиса ударила прикладом алекса по плечу она тоже ищет ведьму так но знает что у главного входа и есть враги очевидно что я известен другой более безопасный путь нужно догнать ее и выяснить это полицейская недовольно прищурилась но это монстриха быстро бегает без машины мы ее вряд ли догоним хотя даже если бы у нас были колеса по дорогам у нас разогнятся ни единого шанса глаза алекса загорелись огнем детектив прошу прощения что что ты опять схватился алекс но схватил девушку и робота и побежал за львицей в головах детектив мы обязательно ее догоним и все узнаем ну ладно ребят давайте-ка на этом остановимся очень даже прикольное начало как все началось блин прикольный герой особенно наш алекс вот конечно местами я путала кто говорит потому что возможно из то что у меня экран большой и я не сразу понимал кто говорит вот но мне нравится пока нравится сюжет надеюсь и вам тоже понравилось мы обязательно продолжим а так всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал группа вконтакте ссылку вставать под видео на сервере дискорд ссылку вставать под видео и конечно же оставляйте комментарии всем больше спасибо всем пока